всем привет сегодня у меня выходной день и я решил вам показать как я его провожу конечно все проводят их по-разному но у меня условия специфические немножко я сейчас нахожусь на вот такой дикой парковки это германия в сторону кельна парковка дикая потому что здесь нет абсолютно никаких бытовых условий ни туалета ни воды не освещение короче говоря ничего попал я сюда случайно из-за того что дорога по которой я ехал на определенном отрезке была перекрыта и судя потому что была дикая пробка и туда поехала карета скорой помощи возможно даже уже не первая там случилось какое-то серьезное дтп поэтому мне пришлось поехать в объезд и я не доехал туда куда хотел доехать и время моей езды закончилась и вот я на такой парковочке из благ цивилизации здесь есть вот такие сетчатые столики скамейки здесь довольно грязно как по европейским меркам хоть и есть мусорные контейнеры я не знаю что они здесь делают если мусора разбросан везде но в общем факт налицо так вот я решил сходить в деревню и в общем прогуляться пока я буду гулять я вот решил замочить свои вещи футболки носки в общем такое все пока это будет здесь киснуть мокнуть а я пойду погуляю и постараюсь вам показать что-нибудь интересное как живет немецкая глубинка и вот начинается это деревня или городок смотрите газончики пострижены кустики подрезаны все очень культурно цивилизованно а вон там горы лес ну одним словом красота неописуемая но дальше будет еще интереснее вот смотрите лужайка лес лошадки пасутся ну разве это не красота домики такие здесь скажем мягко нехилые впечатление как бы такое что чем-то похоже на данию но там домики все-таки поскромнее гораздо и машинки поменьше вот такая есть улочка все чистенько аккуратненько ограничение скорости аж 30 километров в час и причем не только там здесь вот еще такое же есть а там он дедушка завел свой раритетный мерседес класс чтоб я так жив сейчас поедет кататься вот так живет немецкая глубинка здесь везде ограничение скорости 30 очень крутые подъемы даже вот такие интересно как они здесь зимой ездят а они же как-то ездят кстати обратите внимание вот такой мимимичный домик ну разве это не прекрасно и снова прикольная улочка и снова ограничение скорости 30 километров в час все тихо спокойно размеренно красиво ухожено а это кстати контейнеры для сбора гуманитарной помощи типа одежду туда сбрасывают такое обувь вот местный мелкий бизнес парикмахерская кстати здесь есть железнодорожное сообщение четкие пацаны едут кататься пожарная часть церковь автобусные остановки здесь пруд скамейки и знак не кормите уточек почему их нельзя кормить у людей домики лодочки пруд кстати судя по карте не очень большой но видать люди очень сильно тащатся от того что он есть вот остановка автобуса здесь тоже разрисованы детскими рисунками еще чисто красиво культурно и кстати это то ли село то ли городок называется лопы ну и соответственно остановка церковь это такая себе хауптстрассе может быть она по-другому называется но улица в общем самая такая четкая самая центральная здесь магазины бары рестораны кто-то меня хочет переехать нет не переехали но могли бы мост через этот пруд или речушку и здесь вот такая смотровая площадочка можно постоять полюбоваться у людей домики с видом на пруд одним словом очень красиво здесь вот один отель и ресторан он же и где-то я еще там видел вон там еще один отель ресторан ну я это к тому что если здесь есть отели значит есть для этих отелей и постояльцы даже светофор есть если хотите перейти улицу битте дрюкен окей дрюкаем битте вартен сейчас о все пошли цивилизация хуля а вот то ли пивнушка то ли ресторанчик какой-то возможно я здесь сейчас отобедаю кстати пора бы уже вот так выглядит это местечко где-то на кухне шкварчит жарится моя еда ну а я тем временем наслаждаюсь баварским пивком обед с пивом в этом заведении обошелся в 12 евро что вроде бы по европейским меркам не так уж и дорого честно говоря даже я думал что будет дороже ну а мы продолжаем наслаждаться красотой пейзажа так а это аутоцентрум Лоопе это ну скажем так площадка перекупщиков так и что они здесь предлагают так это чего фольцкваген фасад 2.0 турбодизель 2006 год евро 4 сколько 2350 это что цена такая очень на то похоже ну в общем машины здесь скажем так недорогие вот такой модный мерседес е220 просят за него 5700 но мне кажется что можно даже и поторговаться так а это seat altea по моему да так и есть 4 900 пробег 150 тысяч десятый год выпуска ну вот как то так а это надо понимать СТО ну что то в этом роде так вот супермаркет в который я вчера ходил называется Пенни довольно большой сегодня он конечно же не работает потому что сегодня воскресенье а у белых людей в воскресенье работают только пивные рестораны и аптеки ну и экстренные службы это на случай если кому-то в пивной или в ресторане поплохело так а вот автосалон фолькскваген новые машины пожалуйста икади амароки все что хотите вон эти вон эти как их мультиванны село но есть автосалон а если есть автосалон значит есть и те кто в нем что-то покупают вот вот еще один мимимичный домик конечно же все везде убрано все красиво все аккуратно вот люди катаются на великах везут с собой скорее всего своего ребенка красиво здесь вот газончики пострижены эти так сказать живые изгороди все пострижено розочки цветут елочки растут ну красота да и только чтоб я так жив ну пожалуй дальше я туда идти не буду я где-то на карте видел что здесь есть замок какой-то а я такие штуки люблю но он в противоположную сторону поэтому я наверное пойду туда а здесь чего это не бамбук случайно бамбук точно бамбук растет ого прикольно есть вон там еще наверху какие-то многоэтажные дома я не знаю что это такое но идти туда пешком мне уже чего-то не хочется нет завтра рабочий день тяжелый а вот кстати несется большой трактор да вот таких здесь довольно много я вчера таких тоже видел они носятся как угорелые так ну пожалуй пожалуй пойду-ка я обратно здесь уже какая-то промзона где-то я видел какие-то уже палеты ящики и все такое ну то есть это то место где зарабатывают те кому продают новые машины а вот кстати и машины автосалон вольво здесь и рейндж роверы и ягуары вот так вот нормально можно жить вот вот еще какие-то здания какие-то предприятия это уже я так понимаю соседний населенный пункт эресхофен или как-то так называется но кардинально от лоп лоп он наверное мало чем отличается если вообще чем-то отличается ну разве что пруда здесь такого красивого нету а может где-то и есть тоже все чисто аккуратно культурно это ресторан маленькие узенькие улочки все пострижено все убрано цивилизация хули кажется я нашел так вот шлосс эресхофен это замок эресхофен куда-то туда надо идти я так понимаю это когда-то были оборонительные рвы но до наших дней они немножко не дотянули а вот и сам замок но тоже прикольно но я ожидал чего-то большего хотя как знать как знать это больше похоже на дворец чем на замок так блин я плохо знал немецкие да еще и забыл то что знал плохо ну здесь конечно все охренеть как красиво все намарафечено все убрано да я много поездил и полазил и походил по украинским замкам то ну ну разве что 1 2 в украине вот находится примерно в таком состоянии да и тот не дотягивает до такого состояния как этот все остальные в состоянии или руин или полу руин класс красотища красотища все таки мой немецкий меня подвел меня попросили удалиться поскольку это частная территория это не музей ничего такого здесь просто люди живут что ли короче говоря на выход ну в принципе замок существует правда в него не пускают обидно конечно ну ладно частная собственность чего уж тут сказать ладно пора идти к машине завтра тяжелый рабочий день нужно отдыхать подписывайтесь ух ты какая четкая тачка поехала что ж это было такое как это я проморгал ее подписывайтесь подписывайтесь на канал подписывайтесь на инстаграм все будет файно всем спасибо всем пока ну и все же интересно же заглянуть еще раз хоть куда-нибудь увидеть хоть что-нибудь здесь наверное были когда-то стены ух а это когда-то был ров ага приватвэйгв все теперь понятно что значит приватвэйгв не файшастать другими словами все в одной дамочки живут ли в этом замке люди она говорит таки да живут теперь понятно почему там так много машин прикольно люди живут в замке охренеть и и и и и и и и